Привет всем! Что-то надоело вот эта балалайка Вот это вот временное решение Динамики тоже тут говняные Решил поменять Пошел в этот DNS Выбираю, выбираю Колоночки выбрал Что там еще выбрал? Вибропоглощающий материал Тоже здесь же Так, что еще? Колоночки простенькие Пионеры 1720F не показываю Вот такие Стоили они 1600 с чем-то Сейчас скажу откуда такая цена взялась В общем я выбрал их Выбрал этот материал 1399 Там 10 листов Короче он вообще какой-то тяжелый Я еле дотыщил Ролик прикаточный для этого материала Выбрал А мне потом предлагают Так, хотите комплект Вот эти колонки Плюс вот эта магнитола Со скидкой 800 рублей Я говорю Конечно хотим Мне сделали скидку Просто так вот 800 рублей И вот у меня вышло 6200 за все И колонки эти Вместо 1600 Вроде они стоили Вышли 825 рублей Магнитола эта 3700 стоит Так и стоит Технопоинт ДНС Нормально Еще вот эту хрень забыл взять Вот еще второй раз ходил Опять не показываю Такая вот хрена тень Надеюсь подойдет С тойотовских разъемов На нормальные Магнитолка Такая вот Ну Все берут пионеры Думают Тоже нам взять пионер Что выделываться Так Иди Туда вниз Колоночки Еще в задние двери Потом Надо сначала с передними Разобраться Потом в задние двери Еще поменяем И вибропласт Вот такая вот упаковка Еще тут фанеры Взял Точнее не фанеры Это УСБ Плита Для проставок Выпилим Лобзик тоже взял Блин Удлинитель Лобзика не взял Хреново Как я пилить буду Ладно Смотрим Надо сначала Двери разобрать Да Да магнитолу Буду вот сюда встраивать Родное Магнитола У меня останется Здесь Это сто процентов Потому что мне Очень нужен Расходомер Температура воздуха Время Все тут удобно Расположено Эту хрень Уберу И магнитолу И магнитолу Сюда вот встраиваю Валик Прикаточный Тяжелый Нормально Пойдет Выкладываем Это Тойотовские разъемы Да Это стандартные Магнитолы Сейчас будем Все это Разбирать В который раз Динамички 17 сантиметров Должны бы войти Я думаю Заклен Вывалилось Крепление И сами Динамички Проводки Могли бы Блин И подлиннее Положить Решетки Пионеры Ну блин Чего-то Не скажу Что тут 17 сантиметров Ну Ладно Мне хватит Так Легкие Они реально 40 ватт Выдают 40 ватт Номинальная Мощность 17 сантиметров Надо куда-нибудь Положить Чтобы Не разбить Ой Не разбить Не порвать Диффузор Тут Не на резине Подвес На какой-то Такой ткани Сам подвес Вообще Как будто Типа Алюминий Шлифованный Ну Посмотрим Недорогие Сколько Они Походят Так Решетки Нахрен Нужны Комплект Конечно Вот Смеетесь Что-ли Провода Такие Ладно У нас Мусор будет Магнитолка Там еще Какие-то Были С110 Но Они Дешевле На 800 Рублей Почему Потому Что Тут Этот Сидюк Есть А на Тех Сидюка Нет Из Этого Это Дороже У меня Много Шесть Дисков Сидюшных Чего Тут У нас Есть Надеюсь Я Блин Пойму Чего Тут К чему Мне Подойдет Эта Хрень Ну Вроде Как Должна Подойти Да Отлично И оно Длинное Будет Прикинем Вот Отсюда До Сюда В принципе Длина Приводов Должна Хватить Так Что Тут У нас Еще Есть Хранить Панельку Буду ли Я Снимать Панельку Хранить Ее Здесь Вряд Ли Это Хренотень Доставать Магнитолу Из Этой Из Железной Как Ее Называют В общем Сами Знаете Че Так Макулатуру Это Длинное Охренеть Так Че Там Есть Еще Там Все Пусто Обратно тактильные ощущения магнитолы хорошие тяжелое сделано в октябре 18 года сделано во вьетнаме сзади радиатор такой кабель антенны нужно не дотянется и хватит его до снизу это плохо здесь у нас написано mitsumi тоже японская фирма которая делается как хиротин врг чё это такое я не знаю но это линейный выход да как магнитолка разбирается здесь все просто сама большая проблема сейчас будет эту магнитолу встроить вот сюда вот эту шахтуенную нижнюю часть я наверное вот оставлю вот эту а верхнюю она будет мне выпилить по размерам а хрен там фиг там фиг там она будет и вверх и не спилить иначе не залезет вот поверху видно не залазит по низу тоже не залазит это плохо будем сейчас пилить пилить вот так вот посерединке померим разметим хорошо что у меня есть дремель примерно так вот должно быть конечно же самый простой способ этого стандартного магнитола на хрен выкинуть поставить рамочку переходную и поставить такую магнитолу но это не наш метод подключить магнитолу тут ничем мудреного нет особенно через переходники готовы уже вот она работает диск тут какой-то нашел могу этой машине что тут на магнитолу вот идет вот этот разъем и вот этот вот этот разъем как я понимаю идет на именно вот датчик температуры как там еще расходомер чаще то там есть в этой магнитоле в общем разберемся это переходник где-нибудь тут зачистим что родную проводку не резать и сюда подсоеди питание вот этой магнитолу звук я бы не сказал что намного лучше чем вот это ну тут у меня нет нормально это как его во флаге бы чего нет здесь и на стандартных колонках ну по громкости это намного громче чем вот это вот тут усилитель более мощный стоит это сто процентов ну чтож пока что так вот здесь чем-нибудь закроем но с той стороны тоже закрою конеченную вставочку сделаю выпили сюда вставлю будет просто супер а вот здесь пока дыра на двери тут разбираются просто элементарно я вот уже было что ободрана эта пленка по верху все тут болталась как не значу насколько грязище внутри дверей динамики стандартные приклепанные внутри дверей уже ржавчина тоже есть только болото попробую сейчас наклеить это вибры виброизоляции не знаю получится не получится у меня но попробуем хотя бы одну дверь сегодня бы сделать и как-то я дрели не взял чтобы высверлить придется как-то извращаться вот такой вот виброизоляцию купил так тут 10 листов 2 квадратных метра как я понимаю здесь вообще и стоило это 1300 вроде шумку не покупал только виброизоляцию хотя бы вот этим делайте на то что чувствую на перчатки одевать это все руки будут черном так ножичком буду резать ножниц у меня нет надо еще греть на улице сейчас холодно это надо все еще обтереть тут да хрен знает что делать обезжиривателем все это убирать ой чувствую это надолго но дверь хоть родная стоит и то ладно кстати поднято стекло тут не мешает особо ничего попробую куда тут залезу зашумить дверь как получится делаю первый раз до куда дотянулся там проклеил виброй по низу там все в этом умазано моили туда не полез тут вот листочек ну и на стандартные пластиковые эти хрени потому что я не смог спилить не взял дрель с собой блин ну ладно так сделал такие вот динамички чё сейчас на тут отверстия заклеить все эти технологические отверстия все дверь с водительской стороны тут никто не лазал еле отодрал обшивку естественно ржавчина везде грязь и везде пыль динамик живой но вырезать тебе будем так внутри чё там у нас внутри на удивление чисто за исключением от этого бруса груз ржавеет а тут вот что-то нету этой как его мы вели обделили ладно чё сейчас повторяемся так как с той стороны все весь день провозился передняя дверь и сделал но без шумоизоляции только одну вибра положил шумку просто еще не купил да и времени нет уже на улице вечер лучше ли стало двери однозначно стали тяжелее и без дребезжания закрываться это точно по качеству звука чтобы такой эффект вау насколько хорошо стало вообще непонятно на попробовать от хорошего цапа через aux послушать может там будет различие но особых различий и улучшения не слышу осталось вот эту еще магнитолу чуть-чуть подпаять провода и подключить чтобы она показывала расход и температуру сейчас уже следующий день сейчас буду ставить вот этот магнитолу я провода припаял сзади разъему сейчас их на будет все приделать туда все приделать и флаг в флаге записал музыку воспроизводит флаг сейчас флешки ну во флаге чувствуется что качество звука уже чуть получше и высокие есть но низкий конечно все равно нет но динамики не те чтобы воспроизводить низкие частоты для низких нужен сам низкочастотный динамик все таким а это среднечастотные высокочастотные слышно дождь барабанит по крыше не зашумленной крышу что же шумить надо вообще все шумить надо двери вот зашумил нормально стало моторный щит вот как ночь вообще бы всю эту панель снять бы и все бы шумка бы заклеить было бы вообще супер пол здесь все это на разбирать но на этом времени нет я с удовольствием бы сделал крышу вообще не знаю как разбирать рано ручки снимать плафоны снимать это все снимать все обшивки эти боковые снимать принят с удовольствием вы все же зашумел на нет времени абсолютно нет времени чтобы это все разобрать на и заклеить это пару дней точно надо а у меня вот их к сожалению нет так что придется так здесь я вставочки сделаю аккуратные вырежу из чего-нибудь такого толстого покрашу в черный и будет такая вставочка может даже по низу здесь по низу вроде более-менее нормально здесь все-таки пепельница которая используется как ящик для мелочей и здесь будет заподлицо черненькое что-нибудь будет красиво но все равно высоких нету на другие колонки компонентную акустику поставлю потом пока что так ох ты град пошел на принять у нас зашиблись и без того танковую краску тойотовскую нафигеть лет грязи везде вчера нанес на нас сейчас тут машина прогреться да вот мне щитка вот хрене свете 63 градусы показать 750 обороты вольтаж это расход мгновенный это расход средний но она при посчитать неправильно вот магнитола это правильно считает это в сколько проезд ну дистанция короче в километрах температура двигателя скорость скорость кстати показывает правильную не то что показывает этот спидометр но это обороты снова такие показания показывают подключаться все в этот как я называю диагностический разъем кстати на реноке она не работала эта штука на опеле тоже глючила на тойоте работает почему не знаю 65 градусов максимум я видел 90 градусов на 90 градусов включаться уже вентилятор и охлаждая где-то до 87 до 88 и вырубаться пластику тут поцарапал блин на бет как-то полирнуть видел зажигалкой так поджигают его чуть-чуть и он становится гладким главное не передержать ладно буду разбирать это вставлять эту магнитолу и функция пионер арк но через приложение воспроизведения ни хрена не работает подключаешь приложение запускается запускаешь музыку кстати там показываются эти что за песни пауза показываться музыки из колонок нет данная проблема моем телефоне он не передает звук вот так вот по юсби радио нормально игра кстати чтобы было слышно высокие частоты приходится выкручивать еще на максимум эквалайзер ну что все собрано это магнитола показывает у нас расход время температуру все отлично к звуку она вообще никакого отношения не имеют больше только расход но за звук отвечает уже это магнитола ну что ж все думаю инсталляция блин вот съевать кассипор да смотрите блинки кнопку поцарапал здесь панель поцарапал ты рукожоп я рукожоп в общем все на этом первый раз вижу когда честно пишут номинальную мощность номинальная выходная мощность 22 ватта на 4 канала от 50 до 15 тысяч герц при искажениях 5 процентов это дохренище 4 ом нагрузка ну блин искажение 5 процентов это очень многое нужен усилитель хороший усилитель с маленькими искажениями так что наверно буду усилитель ставить например вот где проигрыватель для компакт дисков 94 децибела искажение соотношения сигнал шум ну так себе если лучше например мой цап у него лучше сигнал шум там 100 с чем-то децибел тюнер fm еще меньше 72 децибела м в этом вообще 62 децибела соотношения сигнал шум так что все таки из компакт дисков самое лучшее качество звука